всем привет вы на канале сегодня я устанавливаю пластиковый плинтус к пластиковой вагонке пластиковая вагонка у нас идет на балконе по периметру и в принципе к ней нужно закрепиться креплю я к ней на саморезы вот саморезы самые обычные я вам советую брать универсальные саморезы либо же саморезы по дереву вот и что получается я в моем случае крепился просто к вагонке ну на мое удивление там должна быть просто основа под пластик но видимо мастера решила и это основа была выше вот поэтому мне даже не попалась но не кусочек дерева поэтому вагон как то есть я плинтус крепился к самой к самому пластику крепление 40 сантиметров может быть где-то и чаще дед больше где-то но может быть и 50 вот но в основном по 40 метров точки крепления если вам попадается все таки там основа дерева то я все-таки советую чтобы она закрепилась дерево но надежнее будет держаться сам плинтус и легче его устанавливать когда он все-таки заходит нормально во что-то более жесткая лучше держится сам плинтус под этот плинтус вы можете положить кабель электропроводку допустим протянуть где-то либо же просто вот обновляете помещение и тогда вы можете изменить ну то есть вывести где-то в новом месте розетку либо выключатель но это все по вашему желанию самым максимум этого то что можно заложить это по моему четыре кабеля в зависимости тоже от толщины кабеля если брать интернетовский телефонный кабель то они тоньше если телевизионный кабель электропроводка точно так же есть тонкие кабеля проводки а есть потолще на полу у нас идет лежит линолеум линолеум вложили по по доскам то есть был обшарпанный балкон кстати балкон даже не утепляли не знаю почему так ну во первых так дешевле вот обновили если он до сих пор не утеплялся потому что балкон был застеглен но не утеплен просто обновили сам балкон такое более презентабельный стал поэтому так вот решили начинается монтаж самого плинтуса с длинных палок вот потом мы идем уже по самое главное чтобы вот эти вот точки соединения их выставлять в том месте чтобы их меньше было вот видно потому что его заметно но слушай когда для для самого зрения вот этот стык не попадался то есть вот где-то по углам либо же в то место где вот меньше вы первый взор кидаете на пол точно так же как бы я на свое усмотрение оставил подальше от глаз вот и тогда уже решается вопрос но плинтус состоит из основного плинтуса и вот этих соединительных есть уголки внутренние наружные и соединений соединители для там где соединяется 2 2 плинтуса но и заглушки если есть выход он пересекается наличником либо еще и металл то ставится на краях вот этот заглушка и слева и правая перекрывает такой вот именно такого образца где-то примерно на 22 миллиметра это то что он может перекрыть если же натянуть либо его неправильно установить ну то есть полулежа просто необходимо другого способа нет будет конечно некрасиво лежать полулежа его можно установить то есть если у вас там например такой час частенько бывает что сняли старый вы допустим у вас идет паркет то как правило но это старый плинтус он перекрывал 3 сантиметра новый пинтус он не столько не прикроет но нужно что-то обновить другого варианта вы хотите например старого образца такой же новый но старого образца но вы не хотите либо просто нет возможности либо просто по не знали купили пластиковую потому что он у вас под рукой и понравился и лучше выглядит чем просто деревянный который еще нужно чем-то покрыть либо лаком либо краской поэтому можно так установить и можно перекрыть эти вот такие перепады разрывы либо же просто вот нечаянно там обрезали либо же уложили по незнанию и зазор далее чуть больше от стены вот такое тоже бывает и тогда вот нужно вот этот зазор просто как каким-то образом перекрыть сам плинтус если нужно обрезать но его в любом случае нужно обрезать обрезается либо болгаркой можно просто ручной ручным логиком желательно чтобы . было по металлу там мельче зубчики и она будет аккуратнее резать потому что сам пластик в принципе достаточно там много очень много много пластика не мало капрона сейчас добавляют сам плинтус и тогда он и трески не совсем хорошо сейчас видно сам вот это место для кабель канала многие мне пишут в комментариях почему допустим особенно если пробивается на дюбеля и дюбель сам на такой грибком вот не потай а грибок и там меньше просто место для кабеля дело о том что это место но и говорят о том что вот надо заложить или вытянуть или переложить передвинуть ну на самом деле если ставится уже плинтус и закладывать новый плинтус новый кабель я думаю что это 0,01 процента вот так будет делать потому что допустим разобрать серединку даже это очень сложно важно самому мастеру сложно чтобы не повредить сам плинтус ну как разбирается сам плинтус ну допустим я вам скажу так что при монтаже закладывается вот эта серединка захлопывающиеся вот достаточно жестко вы представьте как ее вытягивать ну точно также жестко ее нужно зацепить ножом кончиком ножа для того чтобы ее вытащить и не повредив декоративную часть верхнюю часть поэтому разбирается он принципе его разобрать то можно снять декоративный можно заложить туда кабель но не все это умеет легче всего просто бросить где-то по периметру новый кабель либо удлинитель какой-то и просто вот он закрыт ему на месте потому что если вот именно разбирать но даже если вы разберете проложить сам кабель по вот этим углам по внешним по внутренним очень тяжело заходит сам кабель я уже как-то пробовал такие вот варианты делать люди просили либо просто передумали вспоминать что вот у меня не там в другой месте стоять а я уже по проводил кабеля и пришлось вынимать закладывать по другому ну это очень тяжело это на это время не очень много уходит сам плинтус который идет уже допустим у вас две точки прихвачены и нужно серединку вставить плинтусом тут получается нужно замерить размер который нужно вставить отрезать ну и получается одну сторону сначала завести в какой-то но так и в данном случае в уголок и другую сторону тоже нужно заложить для того чтобы попасть в пазы уголка ну и потом прихватывать монтировать сам плинтус опять таки есть еще у меня вот такие вопросы можно ли плинтус крепить в принципе однозначно не крепится в пол разве что вы его закрепляете с наружной стороны и эти крепления они просто будут сильны ну и тем более что в пол это если он все равно будет закреплен еще один вопрос по поводу можно ли такой плинтус крепить на двухсторонний скотч ну принципе на какое-то время этого спасет его принципе можно закрепить если у вас это получится можно закрепить но двухсторонний скотч он не держит если например часто мыть полы либо же часто используется этот объект и например цепляя ногой он рано или поздно просто отвалится либо просто пересыхает сам двухсторонний скотч и сам само по себе лучше а он отвалится вместе с этим двусторонним скотчем поэтому я все-таки не советую такой крепеж а вот все-таки советую крепить его на либо саморезы либо на дюбеля если например плинтус плохо крепится к пластику все-таки нужно попробовать через дюбелями к самой стене обычно пластиковый вагон нашивают толщиной 22-3 сантиметра поэтому достать до основной стены крепкой это не так уже много ну ну и принципе вот смотрите общий вид балкона где положен плинтус красиво эстетично вот это вид при входе на балкон то есть стыке самого плинтуса основного они с правой стороны находятся получается что заходя на балкон вы видите перед собой цельный плинтус который ну не портит общую картину у меня есть много видео по монтажу пластикового плинтуса я оставлю внизу ссылочку на эти видео и вы можете их посмотреть на этом все будем прощаться всем спасибо за внимание подписывайтесь всем пока